Ну что, мы из музея плавно переходим к нашим ремесленникам, известным нашим ремесленникам Красноярска. И вот рядом со мной Юлия Страшкина, один из организаторов краевого фестиваля «Сибирь мастеровая». Площадка, где соберутся 85 талантливейших людей со всего края и покажут, кто на что гораст. И, собственно, вот Юлия у нас всех организует художников и готова всех пригласить. Ну, давайте начнем с того, вообще, насколько ясно, это вот этот фестиваль, уже визитная карточка у нас в крае. Вот сколько лет уже существуете? Ну, мы, нам еще третий год всего лишь навсего, но, по крайней мере, мы продолжаем и будем продолжать это начинание. Мастера с удовольствием участвуют в нашем мероприятии, люди, ну, подтягиваем, стараемся подтягивать. Вы помогаете рекламировать людей, на самом деле, не так много. Хотелось бы, чтобы больше приходили, потому что у нас очень интересно, можно провести время с семьей, купить подарки к праздникам, сделать что-то своими руками, обереговые куколки, допустим. О подарках, о том, что можно сделать своими руками, не только березку можно будет видеть. Вот еще есть какие-то материалы? Конечно. Мастер-классов будет множество. Начиная с валяния шерсти, придения. Будут всевозможные куколки, пластика, гончарная. У нас в этом году с гончарным кругом. Можно будет полететь по-настоящему? Да. У хороших мастеров, у красноярских, краевых. Много будет художников, фотографов. Издалека вот есть какая-то самая дальняя северная точка, кто преодолев тысячи километров из здесь, в Красноярске? Багучаны, пожалуй. Да, из Багучаны. Уже не первый год к нам приезжают и с удовольствием. Потому что и мы встречаем радушно, и у нас мастера как бы, ну, любят наше место уже. Еще бы полюбили зрители. Что еще в программе? Вот наверняка уже весна у всех, народные гуляния, уже вот все вот это вот... Конечно. На улице будет, в первую очередь, большой концерт. Историческая реконструкция, самобытная, ну, такая, достаточно русская, в русском стиле. Ну, на самом деле, можно провести и два дня на нашем фестивале, потому что в один день будут одни мастер-классы, в другой день другие, да. Ну, и, собственно, не успели на один, у вас есть второй день прийти на мастер-класс, научиться чему-то новому. Ну, и, собственно, сегодня я тоже попробую кое-что сделать из березки, не знаю, что получится, но будем надеяться, что приду не с пустыми руками в редакцию. Коллеги, у меня пока все, вам слово.